перед вечерком чтоб перед сном хорошо спалось махалку еще взял частную заеду на плотину посмотрю карасик ловится не ловится там это собираюсь на чандровскую плотину посмотрим я думаю там купаются не которую в поле которая около деревни под деревней раньше там хороший крупный карась был вот посмотрим что там есть осталось ли там рыба вообще сейчас из леса выйду дорогу перейду и в лицу хорошо комаров только много а так замечательно тихо спокойно едешь ветерок немножко обдувает ну стоит остановиться сразу начинаешь покрываться потом душно очень душно там в принципе тучи идут я не знаю дождь будет не будет дождя надо дождик нужен давно дождя не было хорошего дождя надо чтобы все пропиталось чтобы грибы пошли грибы пошли огород что полила комаре если заросло наверно поеду на другой который там поле находится счет это висели же народу никого не вижу вещи лежат народу нет сейчас промерится закинул глубина так полметра где-то сантиметров 50-60 так как для прикормка открытая уже было карт сазан и подлещи быстро а вот это мелкая разницы нету какую кого написано лечь не обязательно будет лечь его скрывать будет я рыба будет на точку станет и будет и дуна в гости до воды далековато баночки тоже никакой нету бахнет прям сюда кстати здесь есть значок такой значка нету мусор выкинуть здесь нету на некоторых пакетах есть значок что можно прикормку мешать прямо в пакете на баспи он есть он что-то дернул что ладно замешаем прямо здесь сейчас немножко налью сейчас постоит закормлю попробую сейчас попробую до воды дотянулся не думаю обойдет как говорят специалисты прикормки 05 может платить на всю рыбалку на весь день а можете на неделю которым прикормить пидорные ловли хватает на всю рыбалку еще и остается мешаем кидаем делаем небольшой закормчик тут шаре особо таки не надо пылюшка туда же все замешала даже мог а у рогатка стоять я только что рогатку заметил пока ставим вы здесь карася было полин сколько мы его здесь ловили саньком этого карася по 5 10 килограмм больше были есть насколько народу здесь бывалось народ сидит по берегу и все ловит не было такого чтобы кто-то один просто сидел а рядом сосед смотрел на него то есть ловили все все подряд все кто сидел на вдоёме все ловили пока сюда шел гриб видел вот он груз груз вроде литополин как они груз ну сухой гриб сухой прям стоит такой сухой они обычно стоят мокрые влажные такие сухой где-то сыроежка еще видел красный сыроежка стояла где-то тоже рядышком а сейчас перееду на другую плотину посмотрю что на той плотине делается это как бы новый чандровский пруд а тот старый чандровский пруд который там расположен в садах вот ну там я думаю народ очень много купается сейчас потому что основная дорога идет отсюда то что машины туда проезжают обратно проезжают на людей даже дождь не пугает ну в принципе чем машин есть там дождь это ерунда машину залез до сиди переждать можно вот странно конечно почему рыба не клюет здесь карася было очень очень много очень много просто сколько мы его здесь ловили малек собирается на той стране вот малюк в одном месте чего-то берется раз его как будто огонь гоняют он раз брызгами разбежится сейчас пятерку быстренько соберу пятерку махалку вот там вижу рыбкой ходит здесь два затоптанных места есть там ребята купаются но не критично они от меня где-то метрах 100 то есть здесь трава здесь хвост травой заросший рыба все равно в траве стоят но тут рогатки сиято в общем здесь есть сорожка красноперка окунь щука ага глубина маленькая вот дно чисто мы здесь зимой из кости ладили кто-то гоняет их прям мелко очень мелко даже полметра нету полметра нету я такие маленькие глубины не интересно их ловить подсекали сейчас забросил два паршина садил парша большая может мелочевка не будет доставать жарко очень жарко тучи туда на город ушли все пронесло думал меня зальет здесь прятаться негде то что мелочи не клюет уже хорошо как бы это она отыграет там как раз я туда в кучу закинул где мелочь прыгает вот она отошла может в траве рыба лазит хороший лазит крючки то ли в траву проваливается то ли еще не видит она даже мелочи не клюет ну если с учетом того что там на глубине все купаются вся рыба должна здесь в траве быть потому что там кошмар что творится и с одной он еще как наперка черная рыбка такая маленькая большая это тоже есть конечно мелочь она чё ох а пашу даже сверли короче творит сразу сходу сразу бах бах ну давай тащи как ты любишь опарок большой видимо взять не может теребит пока сейчас похолодать чуть-чуть когда чтобы вот эти все купальщики пропали надо будет сюда с пикером приехать здесь дно чистое может оружка получится надо на точку поставить поплавок взять и пикер взять одно радует комаров нету там в лесу пока стоял комаров тьма просто все ноги облепились кусали красноперочка долбит поле ходит поднялась от 1 кверху поднялась уже верхних слоях видимо греется ходит ну тут миляк в принципе есть тепло везде надо щуку прыгает гоняет мелочи но тут все равно красноперка вот если смотреть по всплескам то и здесь очень-очень-очень много должно быть но опарша брать не хочет вот надо следующий раз приехать нам еще тесто взять там машину подъезжает там ребят дальше купать вот тут конкретно с палатками наверно потому что матрасом раскладывает штиль одного опарыша клюет повеселее но тоже не попадается пока опарыш шевелится она клюет потом сделал эксперимент у меня дуна их бисквит есть то есть бисквит опарыш трава пиздец трава мимо окошко промахнешь опарыш короче помер бисквит макаем закидываем и тут еще она опять же также как бы клев возобновляется на этого дохлого опарыша и видимо пока пахнет она его дергает только перестал пахнуть все она интерес уже теряет вот я сейчас место закормил кто-то видно что за день трава нагревается пузырьки кислород образуется и вот в траве когда крупные рыбы ходят ну то есть рыбы-то по прямой же идет либо так либо так и вот коридор такой из пузырьков образуется прям косяк идет через пополок прям косяк так ушел и сразу не клювалась вот клевет сразу опа такой косяк красноперки идет сразу прям только пополок падает воду сразу клюет солнышко сейчас село за деревья и поклевки пошли а до этого пока солнышко на лучи и солнце на воду падали поклевки были но было намного меньше все-таки красноперка свет не любит сразу клюет сразу только упал вот я говорю не любит она яркого света глубина еще маленькая вот что творит опа еще есть сорожку хочу большую поймать опарыш сели работаем на скорость время же где-то 7 доходит 7 еще через лес ехать до дома мне где-то километров 10 пилить это час пути велосипеда вот что творит опа а дома крупнее 1 за 1 пошла так что не хочет оп 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 есть под вечер Такая рыба есть, еще кто там звонит Вот она осорожка, хорошая большая осорожка Я поймал ее, теперь как говорится можно спокойной душой домой идти Все таки она взяла, боится при свете, боится подходить Все, пока еще сидел, когда поймаешь большую рыбку, сразу азарт появляется Большая рыба ходит, не зря говорил, что с одной пузыри поднимаются Когда крупная рыба в траве копошится, у нас одна пузыри поднимает Не как карась-карпа, а вот именно с травы по траве когда идет И поднимается много-много пузырей Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok В общем, рыбалка удалась, большую плотичку хотел поймать и поймал значит она здесь есть есть еще больше крупнее платышки даже вот надо будет сюда как-то приехать сзади там мужик на лодке залез на спиннинг какой-нибудь она ловит какой-нибудь щучка что будет вот как большую сорожку поймал клевать совсем перестал совсем просто отрубил просто и все все еду домой на сегодня пока тушь хватит объехал два водоема на третьем еще был посмотрел там нет ничего даже рыба не играет вот был на двух чандарских прудах на новом и старым новый который около деревни там час посидел поклевки не было поехал на другой старый чандарский пруд который находится за садами вот здесь мелкая красноперка клюет он байдарочники как вот так